Привет, танкисты! Сегодняшний видеоблог очень насыщенный и весьма продолжительный, так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Настало время вновь затронуть управление в нашей игре и поговорить про новый способ. Геймпад и как мы реализовали его поддержку. На что управление с геймпада больше похоже? На управление с клавом мыши? Либо же геймпад больше похож на лдовое управление без мыши, когда башня приварена к корпусу? Подключаем геймпад, проверяем, что игра его распознала. Да, все отлично. По первым ощущениям все же склоняюсь ко второму варианту, но ту плавность управления, которую дарит джойстик, сравнивать просто невозможно. Это совершенно новое восприятие движения танка. Сейчас расскажу про схему управления, которая настроена по умолчанию. Итак, движение корпуса танка осуществляется через левый стик, вперед-назад, влево и вправо. Правый стик отвечает за поворот пушки и угол камеры. Основные триггеры отданы под самые часто применяемые механики. Правый – это стрельба, левый – прицеливание и бросок гранатой. Если же гранаты вы с собой не взяли, то левый триггер отвечает за сброс мяча или флага. Клавиши поменьше – это бамперы. Здесь уже находятся припасы – мина справа и ремкомплект слева. Оставшиеся же припасы находятся на XAB и полностью контролируются большим пальцем правой руки. Сразу поясню, почему расходка расположилась именно таким образом. При клавиатурном управлении есть четкий порядок расположения – от клавиши 1 до клавиши 5. Слева на единице находится ремкомплект, а справа на пятерке – мина. Таким же образом они расположились на геймпаде, друг за другом. Поиграв примерно 20-30 минут, уже начинает работать мышечная память. За активацию овера или ядерной энергии отвечает кнопка Y. Чтобы посмотреть на статистику битвы, нажмите Back или Select. Хотите сбросить голд – нажмите вниз на Directional паде. А если нужно самоуничтожиться – вверх на том же D-паде. Этими клавишами будут пользоваться новички в самом начале своей игры. Можно сказать, что это основные кнопки управления. А когда вы захотите пересесть на ховертанки и артиллерию, вам понадобится еще парочка клавиш. Раз мы говорим про геймпады сквозь клавиатурное управление без мыши, то у опытных игроков тут же может возникнуть вопрос. Раз на клавиатуре нет возможности стрейфа на ховертанках, то и на геймпаде ничего не изменится. С выходом ховеров мы отказались от стрейфа на клавиатурном управлении. И вот почему. Играя только на клавиатуре, при движении башни камера с небольшим отставанием следует за ней, а корпус бесконечно пытается повернуться по направлению камеры. Получается тройная зависимость – башня влияет на камеру, камера влияет на корпус, корпус влияет на башню и башня вновь влияет на камеру. Пока шла работа над настройкой геймпадов, мы нашли способ улучшить текущую систему управления ховертанками, в том числе и для клавиатуры. В этой круговой схеме мы отвязали башню от корпуса, но с одной хитростью. Кнопки ВАЗД или левый стик на геймпаде отвечают за движение вперед-назад, влево-вправо без поворота, то есть за стрейф. А управление поворотом камеры работает интересным способом. У вас на клавиатуре клавиши Z и X и на геймпаде правый стик будут отвечать за поворот башни, но башня поворачивается в глобальных для себя координатах. То есть в схеме появился четвертый ингредиент, который решает проблему стрейфа. Он как раз и отвязывает корпус и башню друг от друга. Как теперь все работает? Так же, как и при управлении мышью, корпус пытается довернуться по направлению камеры. Но теперь он не двигает башню, он крутится на основе невидимой оси танка. Поворачивая башню, камера все так же двигается за ней. Камера доворачивает корпус, но башня уже в этот момент статично и смотрит так же на цель. Может быть сейчас это звучит сложно, но когда в игру добавится управление с помощью геймпада, это повлияет и на клавиатурное управление, и вы сможете сами убедиться, что доработки улучшили управление. Поговорим про особенности, которые вносит геймпад. Снова обращаемся к депаду. Влево и вправо отвечают всегда только за поворот пушки. Они вам пригодятся, если вы играете на магнуме, и поверьте мне, это мега удобно. К тому же для игроков на джойстиках будет работать помощь в горизонтальном прицеливании, точно так же, как и для мобильных танкистов. Также в плане завершить работу с аналоговыми триггерами. Например, легкое нажатие на левый триггер активирует прицеливание гранатой и показывает траекторию ее броска. Далее вы можете, не зажимая триггер до конца, отпустить его, тем самым отменив бросок и сохранив гранату для более подходящей игровой ситуации. Различные вибрации от стрельбы и попаданий на релизе работать не будут, но есть в планах идей по реализации стрельбы, к примеру, страйкера, когда ваш джойстик вибрирует с той стороны, с которой был выпущен снаряд. На геймпадах, поддерживающих вывод звука, таких как DualShock и DualSense, можно будет выводить применение припасов в бою. В момент первого релиза настройки управления окажутся минимальными, вы сможете только инвертировать правый стик для камеры. Такие настройки, как процент мертвых зон, чувствительность наведения, замена кнопок появятся в следующих обновлениях. Мне кажется, что эти ребята станут любимым вариантом управления среди наших игроков. Плавность хода танка, чуть более точные вращения корпусом – все это возможно только на геймпаде. Завтра в наших соцсетях выйдет пост со сбором вопросов о новом способе управления. В течение выходных пишите свои вопросы под постом, не забывая указывать игровой ник. Уже на следующей неделе я созвонюсь с Орехом и передам ему ваши вопросы. А вы ожидайте ответ в рубрике в 508 выпуске. В ближайшие три дня пройдут самые зрелищные и напряженные матчи летнего мейджор-турнира. В отсутствие команды Diamonds, которая забрала все последние мейджоры, турнирная таблица выглядит непривычно, но оттого наблюдать за играми матчей стало волнительнее. Ведь все команды почувствовали себя увереннее, понимая, что могут занять чемпионское место на пьедестале почета. Мы все видели, что творилось в четвертьфинальных матчах и, не сбавляя темп, ждем достойного киберспорта в полуфиналах и гранд-финале. Одна из четырех команд – Red Notice, Love Seek, Deviants, Khan – 30 июня заберет призовой фонд и впервые станет чемпионом мейджора. Ну а для большинства зрителей мы с командой танков должны будем разыграть Танкофонд. На момент записи этого ролика в нем почти 13 миллионов танкоинов. Вписать свой ник в розыгрыш призов уровней и танкоинов можно еще до утра 5 июля, купив одно из спецпредложений на витрине магазина. Вечером 5 числа мы пойдем готовиться к стриму, и уже 8 июля в 16.00 по Москве ждем всех на нашем канале для подведения итогов. Это понедельник, запишите себе. На стриме мы узнаем, кто поделит между собой набранные миллионы танкоинов, а также на сколько тысяч увеличится киберспортивный фонд. Пока мы все праздновали 15-летие игры, карты незаметно захватили неопознанные летающие существа. Они меняют оформление карт, заменяют голды на метеориты, красят каргодроны и танки. А еще НЛО вселяются в дроны и, как под копирку, меняют их вид. По нашим данным, вторжение продлится до конца июля, а пока мы налаживаем контакт, предлагаю вам не упустить выгодные выходные. С 28 июня по утро 1 июля работают удвоенные фонды битв и модификатор опыта, даже в пробитвах. В эти даты можно воспользоваться скидками в магазине, а также купить или прокачать вооружение в гараже. Пакеты кристаллов, звезд, дроны, устройства – все это приобретается со скидкой в 30%. В погоне за ценным призом рекомендую попробовать пройти все уровни элитного пропуска. Набрать тысячу звезд за месяц звучит как вызов, но если вы доберетесь до этой цифры, то сможете забрать ключ от легендарного ящика с редкими скинами. Параллельно не забывайте выполнять условия особых миссий. На первой неделе необходимо набрать по 500 очков репутации в различных режимах, и это лишь первая часть. Забрав пять эпических ключей за супермиссию, откроется второй этап с еще семью миссиями. Так постепенно можно накопить 20 эпических и 28 обычных ключей. Открыв эпические контейнеры с помощью заработанных ключей, вы можете получить скины линейки XTHD на паладин и теслу, а также устройство. Эйми для шафта награждает снайперский выстрел еще и импульсом. На открытых картах вашим противникам явно не сбежать. Следующим устройством занятно пользоваться в бою. Гиперскоростные снаряды Гаусса с увеличением расстояния до цели увеличивают урон стандартного выстрела вместо того, чтобы уменьшать его. Старайтесь использовать сплэш и его радиус для максимального урона и главное, не стреляйте вплотную к соперникам. С драйвером на Викинг вы можете намного чаще пользоваться овердрайвом в бою. Заряд овердрайва копится быстрее и от очков, заработанных в битве, и от времени, проведенного на поле. Еще один способ получить ключи, да и не только их, выбрать спецпредложение на витрине магазина. За месяц витрина пополнится карточками с различным наполнением. На День НЛО мы всегда припасаем крутые игровые режимы. Раз активности длятся почти месяц, то вас ждут целых четыре вида режимов. С 28 июня по 5 июля аккуратно пробирайтесь под метеоритным дождем Голдом. С 5 по 12 июля в режиме под названием Потасовка бонкайте каждого, кто попадется на пути. Можно пользоваться припасами и гранатами. С 12 июля на неделю включается космический НЛО-режим. Сломанная гравитация, скорострельные рикошеты и летающие по всей карте хопперы. Безумие на карте безумия. Ну и завершится все гонкой вооружений. С 19 по 25 июля необходимо будет быстрее остальных на карте набивать киллы с каждой предложенной пушки. Коктейль из активности готов, осталось лишь дождаться завтрашнего релиза. Завидую тем, кто может без остановки проводить время в игре. Но все равно, удачи вам на полях сражений! Вновь выберем тройку креативных и смышленых танкистов. В 56-м видеоблоге была ситуация с зажатым противниками Джаггернаутом. Нужно было придумать план действия за него, чтобы выйти победителем из битвы. Комментарий Fly526 становится премиальным как минимум на 7 ближайших дней. План действий за команду Синих и Джаггернаута расписан, и победа теперь точно будет за ними. Мисс Острова предложила свой креативный вариант выигрыша за Синих, за что награждается неделей премиума. Замыкает тройку фандом за еще один детальный разбор. В его сценарии явно все рассчитано, и переживать за Джаггернаута не стоит. Давайте посмотрим на карту. Вам вновь надо решить задачку, и на этот раз с режимом осада. Команда соперника направляется к точке, и вот-вот начнет ее захват. Какое минимальное количество игроков сможет перехватить и удержать точку? Нажмите вниз на Direction Alpade. Боженька, помоги мне, пожалуйста. Душно, жарко, невозможно. Он в шортиках, а я, а там, а там дождь. Держусь, держусь, да. И это все не по-моему. Я сама виновата. И поверьте, мне это мега удобно. А, и поверьте мне. Мне. Способы управления в течение выходных. Задавайте их. Ты засранец. Что, совсем что ли? А, алло, ку-ку. Напоследок скажу про итоги викторины из прошлого выпуска. Молодцы все, кто ответил правильно на все 15 вопросов. Хвалю за такие познания. А вот список из 15 участников, кто не только правильно ответил, но еще и оказался чуть быстрее остальных. Три дня премиума уже сегодня на ваших аккаунтах. Мне лишь остается попрощаться. Подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик. Три дня премиума уже сегодня на ваших аккаунтах. Пока. 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 Продолжение следует...